Александра, Александр, приветствую вас. Да, действительно, Алушта уже начала готовиться к курортному сезону. И что поменяется в городе, что изменится? Мы сегодня поговорим с заместителем главы администрации Алушта и Галиной Перепелицей. Галина Викторовна, доброе утро. Доброе утро. Ну, рассказывайте, что будет в Алуште нового в этом году, в этом курортном сезоне? На прошлой неделе у нас состоялось совещание, которое возглавлял министр курортов и туризма Волченко Вадим Александрович. Я думаю, что он дал нам старт к подготовке курортного сезона. Были четко определены все позиции, как мы готовимся, к чему мы идем. Но однозначно мы понимаем, что 31 мая, на день города, мы должны открыть, отдать старт официально к курортному сезону. То есть у вас 31 мая и день города, и начало курортного сезона? Да, все верно. Прекрасный праздник будет. Что вы решили? Что значит морской стиль? Как это все будет? Ну, так как Алушта все-таки это город на море, это солнце, это радость, это счастье, поэтому было принято решение, что мы должны использовать светлые тона. Что такое светлые тома? Бирюза и песок. Я думаю, что в этом году мы увидим все наши пляжи в едином стиле, где мы будем использовать данное направление, светлый стиль. Я думаю, что это будет интересно. Но также мы планируем и озеленение нашего города. То, что, в принципе, до сегодняшнего дня недостаточно было у нас. Мы активно работаем сейчас над центральными клумбами. Мы прорабатываем все вопросы с предпринимателями, которые осуществляют деятельность в районе набережной, по всему городу, для того, чтобы наша Алушта превратилась еще и в цветущий сад. Поэтому также... У вас же тоже в Алуште есть, как и в Ялте, при въезде входная группа, так скажем, то есть большая клумба. Что-то ей тоже будет уделено внимание? Да, и мы в прошлом году пытались несколько видоизменить нашу въездную зону. Мы привели реконструкцию въездной зоны. Ну а на сегодняшний день стоит задача, центральную клумбу на въездной зоне мы должны превратить в красивую клумбу, которая будет радовать наших гостей. Сколько пляжей будет в этом курортном сезоне? Открыто, благоустроено? Все ли нашли своих арендаторов? На сегодняшний день мы планируем, что будет функционировать 88 пляжей. Мы проводим дополнительно конкурс пяти конкурсантов, где мы разыгрываем дополнительные лоты. Я хочу отметить, что мы в прошлом году провели данную процедуру, и у нас конкурс состоялся, и у нас арендаторы взяли все пляжи на 7 лет. Поэтому у нас уже, в принципе, эта работа понятна. Нам знают, чем заниматься, понимание есть в сроках. Я думаю, что мы все успеем и все сделаем вовремя. С парковочными местами как будут вопросы решаться? Что-то вы придумали, как сделать так, чтобы удобно было и гостям, и не мешали автомобиле. Что с парковками? Есть, к сожалению, такая проблема в нашем городе. Мы понимаем, что при исторической застройке узкие улочки, которые, к сожалению, не позволяют на сегодняшний день принимать такой поток транспорта, который приезжает к нам особенно в летний сезон. Поэтому мы, конечно же, принимаем действия, мы понимаем, что нужно открывать дополнительные стоянки. У нас на сегодняшний день действуют две муниципальные стоянки. Мы планируем сейчас перевести переговоры с лесхозом и въездная зона в профессорский уголок. Там есть у нас место, где можно было бы дополнительно сделать стоянку и осуществлять подвоз людей уже с помощью электромобилей на территорию набережной. Мы не оставляем такую мысль, что набережная наша, западная набережная, должна быть также у нас пешеходная. Что это будет одностороннее движение и исключительно транспорт, который только нуждается для того, чтобы осуществлять какой-то подвоз для тех санаториев, которые находятся на прибрежной зоне. Но, в принципе, стараемся, чтобы вся набережная у нас стала пешеходной. То есть электромобили вы тоже вводите в свою? Да, это приоритет. Этим уже курортным сезоном будут электромобили? Ну, у нас были они и в прошлом году, но в этом году, я думаю, что мы увидим их в более широком представлении. Ой, это очень замечательно. И вот еще морской стиль. Что-то вы еще, кроме пляжей, украсить, ну вот измените? Может, фасады кафе, фасады там облик, которые ближе к набережной, будут такие изменения коснуться? Мы сейчас ведем переговоры с предпринимателями, с нашим бизнесом. Мы хотели бы услышать их видение, но я думаю, что они пойдут нам на встречу и попытаются нам также создать вот такое праздничное настроение курортной Алушты. Спасибо вам, Галина Викторовна. Спасибо, что это утро вы провели с нами и рассказали о таких прекрасных изменениях, которые пройдут в Алуште. Александр, Александр, я передаю вам и совету хороших утренних новостей. Спасибо.